Лучший фристайлер России, рэпер, который больше чем рокер и наоборот, музыкант и поэт. В Мурманск с презентации нового альбома приезжал Noize MC. О новом альбоме и общественном сознании, об Осипе Мандельштаме и нашумевшей премьере Орфей и Евредика с Иваном Алексеевым беседовал Виталий Шувалов. Добрый вечер, Мурманск! Мурманск с презентации нового альбома приезжал Noize MC, Иван Алексеев за крепким словом в карман не полезет, противоречий не боится, запретных тем в его творчестве нет. Это он спел Mercedes S66 про аварию, в которой по вине вице-президента Лукойла погибли две москвички. Это он написал жесткий хит «Наше движение», когда прокремлевская организация «Наши» попросили его написать им гимн. Это его посадили на 10 суток, в то время, когда жена Вани их рожала, за то, что в песне на концерте якобы обидел волгоградских милиционеров. Наконец, это его СМИ превратили в предателя Родины, когда на фестивале во Львове он взял протянутый ему украинский флаг. Честный и бескомпромиссный хулиган и лирик-музыкант, собирающий самые большие площадки в стране. В Мурманск Нойз МС приехал сразу после презентации в Москве нового седьмого по счету альбома «Царь горы». В основном это история о том, что, играя в чужую игру по чужим правилам, ты не можешь построить свой собственный мир, ты не можешь заниматься настоящим творчеством. И все, что ты делаешь, тогда превращается в ремесло и бессмысленные соревнования. Это такая своеобразная получилась музыкальная экспедиция. Никогда еще в туре мы настолько плотно не занимались своим делом, не отрываясь от него ни на что, кроме сна, фактически. У Стэнли берет на подкукай, у Стэнли покажите два акка. Для Стэнли завалил я чередного придурка, это как же тушить от урока себя. Стэнли запишет хим, Стэнли поедет в тур, Стэнли и скилится в клеве, где будет дождь сидеть. В альбоме «Царь горы» 13 треков, 14 в расширенном издании. Все песни писались прямо во время концертного тура. От реальной истории про американского гангстера Стэнли, который отсидев за убийство 25 лет, полностью раскаялся и начал писать детские книги, но в итоге был казнен. До питерских крыш. Своеобразное музыкальное смс-сообщение жене во время ссоры. Композиция превратилась в полноценный хит. За окном питерские крыши, серую хмарь протыкает шпиль, мы друг друга совсем не слышим, разговор шуршит как фитиль, взрыв обожжет и заложит уши. Разлетится по стенкам плоть, обнажив все жившиеся души, по всем нужным швам, не забыв сердца распороть. Что касается альбома «Царь горы», на мой взгляд, в плане текстов, это своеобразное возвращение к истокам. То есть здесь есть и треки, которые отсылают к стилистике батловых треков хип-хоп ру, здесь есть вещи, похожие на наши ранние лирические вещи. Но из МС больше 10 лет на сцене. 32-летний Иван Алексеев меняется и взрослеет. Вместе с ним становится более зрелым и творчество. В прошлом году в эфир Первого канала вышел документальный фильм романа Либерова «Сохрани мою речь навсегда» о поэте Серебряного века Осипе Мандельштаме. К нему Иван писал заглавную композицию. «Сохрани! Сохрани мою речь навсегда! За привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совесть, не другость труда, так вода!» «На в городских колодцах должна быть черна и злодима, чтобы в миг Рождец путь отразилась семью плавниками звезда!» «Сохрани! Поиграй со мной в реальную телепатию, не пророни ни слова по пути от отправителя к получателю, они подумают, что мы немые, но и замечательно!» «Сохрани! Пронеси под носами ищеев натасканных, немоглазастых чинов при погонах и демонов в штатском, сквозь обыски ссылки ареста и казни до станка типографского!» «Я этим фильмом был шокирован просто. Он у меня вызвал какую-то вообще тихую истерику, если честно. Но это круто для произведения искусства». Пожалуй, самая крупная и масштабная работа Нойса за все время – это хип-хопера Арфи Иевредика, к которой он писал тексты, музыку и исполнил главную роль. Почти двухчасовой мюзикл – вечный сюжет в современной вариации. Недавно в Москве с триумфом состоялась его премьера. В следующем году хип-хоперу вновь можно будет увидеть в столице и в Санкт-Петербурге. «Ты в себе, я в известной песне!» «Для бы мы не были, мы недалеко, и четыре наших лета выдавленных пальцев!» «Я до запишу вокал для аудиоверсии хип-хопера. Мы планируем выпуск полноценного альбома, даже более чем полноценного. Если не ошибаюсь, там будет 26 треков, что-то в этом духе». Примечательно, но в ожидании долгожданной премьеры «Нойз МС» стал снова появляться в эфирах федеральных телеканалов. Вань, расскажи, кому и как первому пришла идея такой гениальной постановки, иначе, наверное, ее не назовешь. В частности, того же НТВ, который всего два года назад в фильме «Еще 17 друзей Хунты» сделал из Ивана предателя Родины. Из-за этого у Нойза в 2014-м по разным надуманным причинам отменили порядка 40% запланированных концертов в разных городах. «Я считаю, что это довольно забавно, если канал что-то про тебя такое рассказывает, потом ты появляешься там, и чего стоят все эти заявления твоего канала в результате». «Знаешь, наблюдаю то, что в общественном сознании переключение реле происходит просто вот так. Ну, то есть Украина, 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 Сирия. И все, уже никто ничего не помнит. Как этот прибор из фильма «Люди в черном». Знаешь, работает именно так. Из фильма «Люди в черном» я бы выкрутил реле на максимум. И вообще все, хоть чувствую стебра, очевидился бы в незнакомом месте. Ничего не понимая, не зная, кто я, лишившись потребности. Глушить препаратами фантомы и боли...» «Облияло определенным образом, просто это новый опыт. Я знаю, что бывает еще и вот так. Это добавляет какое-то внутреннего спокойствия и понимания, что существует большая, скажем так, историческая и жизненная перспектива. И в этом плане я в очередной раз убедился в том, что я делаю все верно. И главное, это следует за своими собственными ощущениями и убеждениями». Концертный тур закончится 18 декабря выступлением в Одессе, после чего Иван сядет за аудиоверсию хип-хоперы. Релиз нового альбома «Царь горы» появится в сети в ближайшее время. Один из треков «Гвозди» записан совместно с «Атлантида Проджект», солистка которого Саша Соколова умерла от рака в прошлом году. С тех пор записанная с ней песня «Иордан» – одна из любимых песен «Нойза», которые они играют на концертах. Виталий Шувалов, Михаил Дьяков, Владимир Пташинский, телекомпания «Ахарктик-ТВ». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!